Всем привет! Меня зовут Илья и в этом видео я хочу рассказать тебе о том, как начинать играть на бас-гитаре. Как начинать стартовать, учиться играть на бас-гитаре. Эта тема выбрана мной не случайно, так как частенечко приходится видеть такие вопросы в своих личных сообщениях. Музыканты интересуются, как встать в правильное русло, как выбрать правильное оптимальное упражнение для начала, чем заниматься, какую музыку снимать, на что обращать внимание для того, чтобы потом не переучиваться и не возвращаться к тому, что уже бесконечно пропущено в прошлом. Этот вопрос на самом деле очень серьезный, как начать правильно заниматься. После бессонных ночей размышлений над этой темой я написал себе 7 пунктов для новичков. И как мне кажется, они будут верны, если придерживаться им в хронологическом порядке от 1 до 7 и помогут наиболее правильно подойти к занятиям на бас-гитаре. Буду говорить максимально кратко, по делу только то, что действительно пригодится. Никакого следственного мусора, никакого миллиона рассуждений, дабы сэкономить свое время и ваше время, где нужны табы и нотки, табы и нотки будут. Начинаем. Пункт номер один. Выбор инструмента для новичка. Начнем с самого начала пути. Дам несколько советов. Первое. Если у вас есть возможность купить дорогую бас-гитару, есть деньги, вам не жалко, пожалуйста, покупать в этом не будет никакой ошибки. Дорогой инструмент – это не ошибка. Второе. Стоит выбрать бренды, которые известны, которые действительно на рынке все знают, например, дочерние каких-то известных дорогих фирм, например, Epiphone или Squire. Почему стоит на них обратить внимание? Потому что, во-первых, они дают хорошее качество за свои деньги. Это раз. Во-вторых, их всегда можно продать. И третье. Не стоит бежать, не стоит гнаться за какими-то формами нестандартными, например, Thunderbird или стрелы бас-гитары. Почему? Это будет ошибка для новичка, потому что, например, тот же Thunderbird, он не предназначен для игры сидя. В принципе, на нем неудобно очень играть сидя, заниматься в упражнении гамма играть. Он просто неудобно. То же самое про стрелы. Не стоит. Если ты новичок, лучше взять какую-нибудь классическую стандартную форму, для того, чтобы заниматься. А Thunderbird, например, оставят для концертов уже, когда ты будешь играть эти яркие шоу делать. Поэтому вначале не стоит на этом зацикливаться. Что касается 4, 5, 6 струн. Можно начать из пяти. В этом не будет никакой супер ошибки. Сейчас такое время, что пятиструнки уже заняли свою нишу и достаточно уверенно сидят в мете бас-гитаристов. После того, как вы выбрали свой первый инструмент, начинается пункт номер два. И в этом пункте стоит обратить внимание на укрепление рук, на звукоизлечение и постановку рук. Это очень важный вопрос, фундаментальный, от которых будет отталкиваться вся ваша техника в дальнейшем. И зачастую можно видеть в интернете, люди показывают, как играть в мажорную гамму, а у самих руки вот так вот ходят. И у человека видно, что он, может быть, и знает что-то, даже технику какую-то, какие-то вещи уже играет, знает гаммы, знает какую-то элементарную теорию, может даже играть в группе. Но у него нет основ, у него нет правильной постановки рук, и навряд ли такой человек может что-то хорошее и качественно сыграть. Сюда же можно отнести и правую руку. Обязательно переменный штрих двумя пальцами, указательный и средний. Это должно быть на уровне просто подсознания, на уровне инстинкта. Игра должна быть двумя пальцами. Ни в коем случае нельзя себя учить сначала играть одним пальцем, это будет ошибка. И потом ты будешь испытывать проблемы, связанные с правой рукой, не сможешь сыграть быстро и проще, и звук будет не такой. В общем, на первом этапе научиться извлекать ноту, хотя бы ноту до, сделать так, чтобы полноценная нота была у вас. В интернете можно увидеть много упражнений касательно извлечения звуков на бас-гитаре, например, с открытой струной. Такие упражнения, их очень много, я не буду сейчас объяснить, как это играть, все это знают. Обязательно переменный штрих и хроматическое движение, каждый лад в первой позиции. Можно с этого начать. Но есть еще отличная книга, которая посвящена именно укреплению руки, называется Bass Fitness. В ней есть табы, если вы хотите как-то заморочиться и потренировать свою руку крутыми упражнениями фирменными, специальными, можете найти эту книжку в интернете и позаниматься. Плюс там есть табулатуры и сама книга выстроена так, что начинается с простых упражнений и заканчиваются более сложными. Это очень удобно для научка. Поэтому, если хотите реально углубиться и поиграть в крутые фирменные упражнения на развитие руки, на развитие силы пальцев, то эта книга вам пригодится. Когда я только начинал играть на бас-гитаре, мой педагог посоветовал мне, не посоветовал, дал мне отличное упражнение, которое помогло мне вывести руку из какого-то деревянного окаменелого состояния. И развить реальную технику, укрепить руку. И также повлияло на мою постановку рук в положительную сторону. Упражнение называется «Паук». Покажу и плюс табы дам. Можете взять на вооружение, особенно новичкам, оно будет реально полезно. Играем первая и вторая струна. Все четыре пальца задействованы через палец и через лад. Покажу и плюс табы дам. На слайды. Слайд поочередно на каждый палец. Например, взять ноту ре на первой струне и сыграть слайды поочередно каждым пальцем на полтона. Итак, после того, как ваша левая рука плюс правая рука вышли из забвения и начали более-менее извлекать какие-то звуки на бас-гитаре, появились какие-то предпосылки к крепости левой руки, после этого можно идти к пункту номер три. И он гласит «Учим мажорную гамму до мажор». Мажорное трезвучие в две октавы. С до мажора, конечно же, мы начинаем. Конечно же, ты начинаешь как новичок с до мажора, потому что это самая главная гамма. Кто-то говорит, что это самая сложная гамма вообще в жизни, в мире. Самая сложная до мажорная гамма. Звучит, конечно, смешно, но на самом деле это так. Начинаем именно с до мажора плюс трезвучие. Желательно сыграть это все в разных частях грифа, например, до мажор вот здесь вот можно сыграть, можно сыграть здесь. Трезвучие также можно в разных частях грифа, найти эти ноты до на везде. До это значит у нас третья струна, третий лад, да. Трезвучие в две октавы, как можно сыграть? Первый вариант, второй вариант, но это сложный вариант для новичка. Есть еще второй вариант, попроще сыграть эту четвертую струну. В общем, выучить в идеале до мажорную гамму, плюс играть ее под метроном. Четвертями сначала, в медленном тэпе разыгрывать. Так, чтобы каждая нота переливалась в следующую, чтобы не было никаких рывков, не было никаких разрывов. Нотка в нотку переливается. Качество звуков излечения в медленный темп начинаем с 60 BPM. Четвертями. Четверть самая сложная вообще тоже длительность. Ее нужно уметь играть. На самом деле, не так много музыкантов умеют играть четверти. Держу в курсе, это сложно. Пункт номер четыре. После того, как вы до мажорную гамму выучили, уже более-менее начали играть, стоит начинать уже учить ноты на грифе. Серьезно. Начинать учить латинские обозначения аккордов, латинские обозначения нот и все ноты на грифе. Бас-гитара это важно, потому что при игре аккомпанемента нужно знать, где что находится. Это логично. Есть два способа простых учения нот. Это первое, просто распечатать ноты, повесить на видное место и постоянно смотреть и учить это. А второй способ, просто играя, когда вы играете до мажорную гамму, думаете о каждой ноте. Вообще что-то снимаете, любую партию. Необходимо не с выключенным мозгом это делать, а думать о том, какую ноту ты извлекаешь, где ты ее извлекаешь, как ты ее извлекаешь. В общем, включать мозг и проговаривать. Лучше даже пропевать про себя или даже слух можно орать ноты той же до мажорной гаммы и учить их. До мажорной гаммы можно сыграть во всех частях грифа. Уже половина нот будет понятна, где расположена. Пункт номер пять. Выучить стандартный, архаичный, классический 12-тактовый блюз. Многие скажут, нафиг он мне нужен. Но на самом деле блюз это как азбука для любого бас-гитариста. Блюзы играются везде, на любых джемах. Блюзовая гармония лежит в основе многих популярных песен. Это самая простая песенная форма, когда у нас тоника субдоминанта, доминанта тоника. И вот эта 12-тактовая форма, она присутствует в огромном количестве песен. Не говоря уже о том, что блюз, в принципе, в нем кроются корни джаза и корни современной во многом поп-музыки, песенной формы и прочее. Поэтому учить блюз. Могу порекомендовать отличную книгу. Подчеркиваю, в ней есть таблатура. И блюзы в разных стилях, в стилях разных бас-гитаристов, разных музыкантов. Плюс записи тоже есть на этой книге. Называется Jump and Blues. Человек, который учится первый год обучения, хочет реально круто научиться играть на бас-гитаре, постичь просвещение и понять, как играются блюзы, как играются поп-музыка, рок-музыка, стать настоящим профессионалом. Рекомендую выучить и овладеть блюзами, начав с этой книги. Также, если есть какие-то группы или музыка, которые тебе нравятся, реально ты фанатеешь по ним, можно их пытаться снимать тоже уже на этом этапе. Но если это несложно, если это соответствует ему техническому уровню, потому что стоит, всегда придерживаться принципа от простого к сложному, и не надо сразу играть констап на первом месяце своего обучения на бас-гитаре, пробовать играть по сторис, эски, соло и прочее, потому что это просто может испортить тебе технику, и ты никогда не сможешь даже руки правильно поставить, если не позанимаешься простыми упражнениями. Пункт 6. Развитие слуха для новичка. Очень важно начать правильно понять, правильно понять, что такое вообще слышание, что такое интервалы, как их слушать, как определять музыку, как ее снимать. Это закладывается тоже на раннем этапе своего обучения. Я дам пару реальных советов, как работать над слухом. Первый совет это запоминать, как звучат интервалы в домажорной гамме. Вот мы прошли этот пункт номер 3, если домажорной гаммы, выучили. И на шестом этапе стоит начать уже запоминать, как звучит терция, первая ступень, плюс третья, пропивать ее и запоминать вот эти основные интервалы домажорной гаммы. Но если просто тупо запоминать их, то навряд ли вы быстро зовете слух. Необходимо еще один момент, очень маленький, но очень важный. Это ассоциация с реальной музыкой. Естественно, музыка состоит из интервала, вы же знаете, все об этом знают. Как можно ассоциировать интервалы с реальной музыкой, с реальным звучанием групп? Например, песня «Намплинки» и «Парка», которую все знают, начинается с мелодии, а там есть интервал, самый первый, который уже все знают, вся планета. Это называется малая терция, минорная. Вот этот интервал. Малая терция. Все. Если ты где-то еще слышишь подобное, похожее звучание, значит это малая терция. Можно запомнить. Или, например, гимн России начинается с кварты. Звучит вот так. Интервал яркий, величественный, который довольно бросается быстро в глаза и узнаваем. Если ты, опять же, где-то слышишь похожий интервал, знаешь, это кварта. И таким образом можно ассоциировать все интервалы и запоминать их, запомнить реально на основе примеров музыки и всегда их слышать, узнавать. Тебе сыграет кварта, опа, все, ты знаешь там, как она звучит. Это очень круто и работает. Второй совет для развития слуха – петь все, что ты играешь, пропевать про себя, даже какие-то аккомпанементы, в них содержатся мелодия, мелодическая линия. Это поможет тебе также запомнить и развить свой слух. Последний пункт номер семь – найти группу. И желательно, чтобы она была намного скилловее, намного круче, чем ты по уровню игры. Так как в ней именно будет происходить наибольший рост тебя, как музыканта. Почему это важно? Во-первых, ты будешь учиться взаимодействовать с музыкантами, строить отношения в группе, слушать, учиться слушать других, учиться слушать себя в музыке и вообще расти. Плюс нет большего стимула для новичка, чем реальная игра в живых концертов. На этом я сегодня заканчиваю. Если что-то я сказал неправильно, или забыл, или не упомянул, или ошибся, пишите в комментариях, обсудим, исправим. Всем доброты, пока!